Первая в мире механическая клавиатура с разноцветной подсветкой. Ух, это мощно! Гордость компании Tessora – клавиатура Labera Supreme. Есть два вида этой клавиатуры – Labera Supreme с механическими переключателями и просто Labera с плунжерным механизмом, который является чем-то средним между мембраной и механикой. Но мы сегодня смотрим на Labera Supreme. Итак, с виду вылитая Tessora Calado, но с отличиями. Покрытие из хорошего фактурного пластика, который сделан под металл. Снизу резиночки, чтобы клавиатура не скользила. Есть резиночки и на ножках. Приятно, что это уже становится хорошей традицией. Приятно и то, что ножки можно делать разной высоты. К сборке никаких претензий нет, все надежно, крепко, на шурупах, хорошо. Раскладка стандартная, длинный шифт, одноэтажный энтер, ничего нового. Как обычно, с помощью кнопки FN вы можете активировать дополнительные функции Epoch, управление громкостью и треками и активация одного из пяти профилей. Также можно установить количество одновременных нажатий, либо только шесть, либо неограниченное. Нафига это надо, я так и не понял, но это есть. Под пробелом три кнопки для макросов. Как и в колладе они туговаты, но в принципе, когда привыкаешь, то норм. Переключатели здесь не Cherry, а Kale. У меня синие, но такие клавиатуры есть и с черными, и с коричневыми, и с красными. Как я уже говорил, по сравнению с синими Cherry, эти нажимаются туже и тактильная отдача здесь немножко другая. Насколько оправданно пихать в такую клавиатуру переключатели не Cherry, я не знаю. Возможно, Cherry еще не выпустили переключатель с трехцветным диодом. Возможно, Kale дешевле, и чтобы не делать клавиатуру еще дороже, чем она сейчас есть, сюда вставили Kale. Возможно, Kale не хуже, чем Cherry, но за такие деньги я бы, конечно, хотел получить все-таки Cherry. Если вернуться к кнопкам, то, как и у коллады, здесь есть кнопка игрового режима, которая отключает кнопку Windows, и кнопка записи макросов на лету. Работает она все так же. Нажимаем, выбираем, на какую кнопку будет назначен макрос, записываем комбинацию клавиш, и еще раз нажимаем кнопку R для сохранения. Кабель толстый, в тканевой оплетке и заканчивается двумя USB и двумя миниджеками. Соответствующие разъемы есть спереди. Плюс еще один переходник, чтобы, если вы захотите подзарядить телефон, то это можно было сделать. Без него не хватит мощности портов. Переходим к самому интересному – подсветке. 16 миллионов цветов на деле означает, что клавиатура имеет очень много оттенков, которые на самом деле мало чем могут отличаться визуально. С помощью кнопки Fn вы выбираете режимы. Выключено, половина яркости, максимальная яркость, режим затухания, подсветка только этих клавиш или только этих. Есть еще режим циклического переключения основных цветов, но это настраивается через драйвер. Если говорить о яркости подсветки, то дорейзоровская она, конечно, не дотягивает, но ей это и не нужно. Русские символы традиционно подсвечены не очень хорошо и в темноте нужно будет включать подсветку на максимум. Драйвер не отличается от драйвера коллады. Переназначайте кнопки, пишите макросы, настраивайте подсветку. Здесь нет ничего сложного. Вот бы еще драйвер покрасивее и покрупнее было бы вообще замечательно. Все ваши настройки сохраняются в пяти разных профилях в памяти клавиатуры. Если вам этого мало, вы можете сохранить их к себе на комп и потом загружать на клаву. Итак, цена, конечно, серьезная, но по сравнению с колладой уже лучше. То, что не реализовано в колладе, а именно разноцветная подсветка, здесь есть. Да, материал не алюминий, но не думаю, что это многим будет очень важно. В целом, классная клава с интересным дизайном и хорошим набором функций. Остановить от покупки может разве что цена и я бы за такие деньги, наверное, предпочел бы переключатели Cherry, а не KL. Хотя не доказано, что KL хуже, наверное, все-таки в силу привычки и предубеждений. На этом все. С вами был разноцветный психоделический интернет-магазин Photos.ua. Меня зовут Максим. Обязательно подпишитесь на наши обзоры и все у вас будет яркое и цветастое. Как бабушкин платок.